Приветствую всех своих друзей в социальных сетях и подписчиков творческой студии в Ютубе. К вам обращаюсь и напоминаю, что вас уже более 900 человек. И вот, уважая каждого из вас, я сейчас сделал стоп-кадр во время просмотра прямого эфира 112-го украинского телеканала. Они называют этот выпуск Prime Time. И, с моей точки зрения, выполняя свою функцию журналиста, то есть не занимать ничью позицию, подниматься над схваткой как бы и давать людям информацию, чтобы они ее сами оценивали. Это еще привычка с той поры, когда имел честь работать в Украине, представляя Радио Свобода. Итак, 112-й украинский телеканал Prime Time. Напоминаю, что это было записано во время прямого эфира. Ну вот, сейчас к нашему эфиру присоединяется российский военно-политический эксперт Андрей Пьянковский. Андрей Андреевич, добрый вечер. Приветствуем вас в вечернем прайме. Спасибо, что дождались. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот, Андрей Андреевич, говорим о сегодняшней, о сегодняшней инаугурации Владимира Путина. Думаем, что же будет дальше. Ну а как вы думаете, будет ли уже четвертый президентский срок Путина последним? И вот чего стоит сейчас ожидать от России, самой России и миру в следующие вот эти шесть лет? Ну, во-первых, я категорически не согласен с оценкой, с формировкой предыдущего, прозвучавшегося ората о последнем сроке. И у Путина не последний, не предпоследний, у него пожизненный срок. И все эти положения Конституции, они в любой момент могут быть изменены, в любую сторону. Он фактически сегодня короновался, как царь. Впервые открыто показывалась его встреча с иерархами Русской Православной Церкви, в соборе, в который он перешел сразу после произнесения торжественной клятвы. Ну и, кроме всего, он не может уйти никогда, потому что через два шага он окажется на скамье подсудимых в Гааге. Уже столько военных преступлений совершено, не украинская аудитория мне об этом рассказывает. Так что забудем все эти сроки, рейтинги. Вот он будет оставаться до последнего дыхания во власти. Если говорить о том, что будет происходить в внешнеполитической сфере, то довольно просто, можно сказать, ближайшие шаги. Они достаточно очевидны. Наверное, сегодня или в крайней мере завтра мы услышим о назначении Кудрина на какой-то пост не в правительстве, а в администрации президента специальным представителям по отношениям с Западом и так далее. Попытка будет предотвратить дальнейшую эскалацию отношений с Западом и, прежде всего, снять санкции. Часть наиболее болезненные. Настоящие санкции Запад начал вводить только 6 апреля текущего года. Это первые аресты, замораживания с последующей инфискацией счетов российской верхушки. Независимо от каких башен. В одной они, во второй, в третьей. Вот это то, что реально очень беспокоит всю элиту в целом. И вот такая попытка снять напряжение, она будет предпринята сразу же после инаугурации. Ну а то, что на церемонии сегодняшней не было мировых лидеров, ну и особо никто не поздравил Путина. Насколько это бьет не по рейтингу Путина для избирателей, а по его личному самолюбию? Будет ли он за это мстить? Чего боятся? Не столько в его личном самолюбии, а вот и кроме того присутствие и неприсутствие там лидеров это уже следствие. Гораздо болезненнее по ощущениям еще сохранившие какие-то способности размышлять части так называемой элиты. Это является вот цепи серьезнейших внешнеполитических поражений, которые как обвалом идут в последнее время. Это Сирия, где американцы спокойно уничтожили там 200 путинских бандитов, пытавшихся отжать какой-то нефтяной заводик. И Москва даже не смогла пикнуть, кстати, она и не пытается пикнуть, когда Израиль периодически уничтожает иранские объекты на территории Сирии, сирийские средства противооруженной обороны. Это провал на корейском направлении, где провалился этот ядерный шантаж с Ким Чен Ыном и Китай и Соединенные Штаты. Просто убрав в сторону России, договорились о путях разрешения корейского. На постсоветском пространстве тяжелейшим ударом для Кремля явилась Арганская революция. Вот все эти поражения и те уже персональные санкции, о которых я говорю, заставили искать пути налаживания отношений с Западом. Вот той гибридной капитуляции, о которой я уже давно говорил, которая заключалась бы в том, чтобы договориться с Западом о чем-то, что заставило Запад снять наиболее болезненные санкции, а населению своему удалось бы в телевизоре продать как некую победу. Но это будет очень сложно. Андрей Андреевич, а как считаете, уйдет ли Россия в самоизоляцию? Если да, то в течение какого времени это может быть? Возможно ли это во время правления Путина последнего одного из? Ну, Россия уже ушла. Вот вы сами сказали, пример политической изоляции, отсутствие какого-нибудь Лукашенко, даже завалящегося на инаугурации Путина. Запад ставит Россию в условии экономической изоляции. Весь вопрос, удастся ли вот эта попытка сейчас с помощью Кудрина, которого пасут эмиссаром Вашингтона, это, собственно, последняя попытка. Но проблема в том, что при живом, политически живом Путине, Кремль не сможет сделать отступление на украинском направлении. А без этого сегодня никакое наложение отношений с Западом не возможно. И это, конечно, вот этот провал этой попытки с небольшой разрядки. Он, вот те противоречия между башнями Кремля, о которых говорил один из участников нашей программы, он только обострит и усилит. Андрей Андреевич, спасибо вам большое, что вышли к нам в эфир. Напомню, с нами на связи был российский военно-политический эксперт Андрей Пянтковский. Вот услышали его точку зрения. Борислав, извините. Ну, а вы услышали точку зрения Андрея Пянтковского. А чтобы вам было понятно, слева в окошке вы видели народного депутата Украины, который сейчас тоже был в прямом эфире, Владислава Березу. Из Филадельфии. Ваш Дэви Аркадьев. 7 апреля 2018 года. 3 апреля 2018 года. Продолжение следует...